Прошагала пол Европы и приближала День Победы как могла. Строчка из известной песни «Как нельзя лучше» подходит к биографии Дии Морозовой. На фронт она пошла добровольцем. Приходилось рыть ей противотанковые рвы, но большую часть войны провела в госпиталях. Ее называли веселой медсестрой с легкой рукой. А портрет, нарисованный солдатом, которому идея Валентиновна отдала свою кровь, она хранит и по сей день. В мирное время ветеран Великой Отечественной с той же энергией и самоотдачей приносила пользу в разных сферах. На заслуженный отдых ушла в 1983 году, но активная жизненная позиция не позволяет ей сидеть сложа руки. В свои 90-е она занимается военно-патриотическим воспитанием молодежи. Жуков говорил, что мы не оплаченным долгу перед ветеранами. А я считаю, что мы также не оплаченным долгу всегда перед поколениями, которым должны сказать правду. О нашей победе, о нашей Родине и с честью, которую должны любить и защищать ее также. Вот я и веду эту работу, не покладая рук. Среди многочисленных поздравлений и письмо от президента страны Владимира Путина. Все пожелания и идеи Валентиновна принимает стоя, чем вызывает у гостей еще большее восхищение. Секретов долголетия, говорит, нет. Главное приносить окружающим пользу. Волнительное настроение, потому что я не думала, что так вот нам придется встретиться с такой массой людей. Я очень благодарна всем, кто пришел сегодня, поздравил меня. Для меня подарки – это вот пришли коллективы разных организаций, чтобы поздравить меня. Это для меня их поздравление, это встреча, для меня большой подарок.